Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Повторные посевы после уборки основных сельскохозяйственных овощных растений, но в огороде то в основном всегда овощные, являются очень важными и должны стать действительно популярными. Наиболее популярными культурами для таких вот повторных посевов среди лета, июльских посевов являются зеленые растения. Конечно же петрушка радует очень всегда зеленью, очень-очень полезно. В принципе все это знают, что петрушку надо есть много, заготавливать в виде заморозок. Ну вот тут видите уже выскубли всю, потом я уже решил, что надо вообще про это дело напомнить. Вот этот сорт, это петрушка Гиганда Италия, пожалуй наиболее любимый мною, потому что действительно очень крупный, очень рослый. Вот это обыкновенная листовая петрушка из семян Минск-сортим-овоща, собственно Гиганда Италия тоже из семян Минск-сортим-овоща. У нее более нежная зелень, но тоже очень сильный аромат. Хотя Гиганда Италия является, пожалуй, моим любимым сортом из-за того, что дает очень много массы. Как и любые зеленые, они частенько повреждаются вот такими вот минерами. Конечно, от таких минеров зеленые культуры обработать очень сложно, поскольку какие-то химические вещества нежелательно и, можно даже сказать, совершенно неприемлемо применять на зеленых. А достать оттуда этого минера, а это личиночка, которая живет в толще листа и выедает ходы. Достать ее оттуда даже контактными инсектицидами практически невозможно. Поэтому приходится просто избегать потребления в пищу таких вот листочков. Ну, что делать? Надо мириться. Помогают в определенной степени обработке мыльно-масляной эмульсией и сывороточным раствором, поскольку они препятствуют внедрению этого минера туда, в ткани листа. Поэтому, если они вас очень сильно донимают, то, конечно же, применяйте эти методы. Весьма популярной зеленью для повторных посевов и вообще конвейерных посевов, то есть можно сеять все-все-все лето, каждые две недели, это, конечно же, укроп. Вот посеянный в июле, в сентябре, он все еще сохраняет вот такую вот сочную зелень прекрасную и действительно создает конвейер полезных веществ. От весны, в мае месяце уже можно убирать укроп при раннеапрельских посевах, до поздней-поздней осени, если организовать этот конвейер правильно. После уборки чеснока, после уборки лука, после других культур вполне хорошо высаживать вот укроп тоже. Особенно после чеснока, потому что укроп многим не удается, многие жалуются, ой, укроп там желтый, красноватые листья какие-то, зонт быстро уходит. Все это связано с недостатком сульфатов, а когда мы кормим чесноки, луки сульфатами, их какое-то количество остается в почве, остаточное, и на этом остаточном количестве укропы себя чувствуют прекрасно. Ни в коем случае нельзя также забывать и о листовой капусте. Посеянная в середине июля, в конце июля, она дает вот к середине августа и потом весь сентябрь дает вот такие вот листья. Некоторые не знают прям, что с ней делать. Все очень просто. Вот я нарываю эти листья, срываю вот у меня в пакетике, тут петрушечка уже нарвана, вот здесь вот эта листовая капуста, вот просто листья вот эти вот срываются, срываются, видите, их немножечко гусенички подъедают, но никаких защитных мероприятий я тут не делаю, потому что все-таки это зеленые. В сентябре уже сильно эти белянки тут не вредят существенно. И прекрасные щи получаются, прекрасная тушеная капуста. Листовая капуста является лидером по содержанию антираковых веществ, лидером по содержанию витамина С. Когда сейчас в сентябре уже зелени не так много, хотя, конечно, овощной конвейер продолжает работать, свекла, морковь, другие корнеплоды сейчас потребляются очень активно. Ну, в принципе, осеннее время богато на овощи, тыква и так далее, но все-таки каждое растение содержит какие-то свои специфические вещества. И вот так вот обрываешь, обрываешь, небольшая буквально грядочка вот такая, но она каждую неделю дает мне возможность или тушить, или варить эту капусту так, чтобы и не надоело, но в то же время, чтобы регулярно поступали эти полезные вещества в организм. Это важно. Вот тут тоже уже минер немножечко тоже постарался, значит, как в случае с петрушкой. Если они донимают вас действительно очень сильно, то в этом случае старайтесь использовать только щадящие меры борьбы, такие как мыльно-масляная эмульсия и сывороточная эмульсия с мылом тоже очень-очень хорошо. В конце концов, ополоснул, помыл как следует, смыл это все и абсолютно безвредно. Даже если остатки какие-то мыла немножко там с маслом остались, недомыли, ну ничего страшного, для здоровья это не сильно вредит. В отношении укропа могу сказать, что, ну, тли повреждают укроп, хотя уже во второй половине лета, когда идут посевы, тлей я на нем, на укропе никогда не видел. Опять же, те же самые меры вполне помогают для борьбы с тлями. Кроме того, в некоторых регионах, на Дальнем Востоке особенно, укроп начинает сильно крутиться, как бы подкручиваются листья, есть специфические вредители, ну, впрочем, с которыми тоже можно бороться, вот такими вот мерами, эмульсиями, для того, чтобы все-таки избежать повреждений. Инсектициды крайне не рекомендую на зеленых. Ну, видите, обрываю его, обрываю, он снова отрастает вот здесь, отрастает, будет давать мне зелень еще долго-долго. И вам советую тоже высаживать его много и на здоровье. Что ж, на этом прощаюсь с вами, до новых встреч! Продолжение следует...